В Уральске состоялась церемония помолвки онлайн. Традиционный обряд Саргас-Алу для Конланды Исеновой прошла в максимально безопасном формате. Да, конечно же, она мечтала о другом, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране это самый приемлемый вариант. В это время многие молодые люди выбирают регистрацию брака онлайн. В онлайн-трансляции будущие большой семьи приняли участие представители четырех городов Казахстана и зарубежья. Наша съемочная группа стала свидетелем трогательной церемонии. Эта помолвка во всем отличается от других. На этот день была запланирована самая трогательная церемония к Орланду Исеновой. Должны были встречать родственников из Кукшитау и назначить день свадьбы. Однако из-за ситуации в стране обе стороны решили пока перейти на общение в формате онлайн. Так или иначе церемония прошла по-особенному, очень трогательная. Главное для родителей молодоженов сейчас это сохранить здоровье детей, чтобы всю оставшуюся жизнь они были счастливы вместе. И договорились со сватами, будущими сватами из Кукшитау, что можно в онлайн режиме договориться. Заранее с ними договорились о моментах каких, чтобы и соблюдать свои казахские традиции. Сегодня поступили, у них есть такой салтидр, калта салтидр. Все это они прислали через почту. Вот все это мы получили, собрались в узком круге, лишь близкие друзья. Сегодня с помощью современных технологий можно не только получать мгновенные сообщения издалека, но и заключать различные сделки, регистрировать документы. Программа Zoom собрала родственников из четырех городов страны и из Катара. Сам жених находится сейчас в Корее. В то время как старейшины давали благословения молодым людям, новые родственники получали согласие родителей невесты. Традиционные подарки из Кукшитау вовремя помогла доставить почта. Если старшие дадут свое согласие, то мы просим руки вашей дочери Курлан. Давайте построим мост между Уральским и Кукшитау. Пусть он будет крепким, пусть наши дети будут счастливы. Я думаю, что этот день не за горами. Мади и Курлан встретились во время учебы в университете в Нур-Султане. Дружба переросла в серьезные чувства. После окончания обучения один из них продолжил образование в Соединенных Штатах Америки, другой в Корее. Сейчас жених живет в Сеуле. Пара надеется на встречу в ближайшее время. В связи с пандемией мы решили, что будет не к месту проводить какое-либо мероприятие. И решили то, что мои родители хотели по традициям, и решили это сделать онлайн по программе Zoom. В будущем, в середине июля, я планирую полететь в Южную Корею, где я поступила на программу докторатуры по химии. А мой жених в данный момент сейчас там находится. Для настоящей любви не может быть преград и расстояние для нее не помеха. А еще в этой большой семье есть здравый смысл, который помогает принимать жизненно правильные решения. Обе стороны уверены в том, что в ближайшее время ситуация в стране стабилизируется, и самый главный день в жизни жениха и невесты наступит совсем скоро.